Библейский портал экзегет.ру представляет Мы переходим к 140-му псалому. Традиционно наши лекции записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. 140-й псалом – это просьба к Богу спасти от искушений. Псалом начинает с обращением к Богу поспешить на помощь, после чего следует просьба оградить уста и сердце от сладостей соблазнов. Следующий раздел содержит две противоположные идеи – о благотворности обличения праведника и о жестокости злодейств нечестивых. Псалом заканчивается просьбой сохранить от сетей беззаконников, в которых псалмопевец не желает запутаться и погибнуть. Данный текст рассматривает две противоположные категории людей – нечестивых и праведных. При этом сам автор словно балансирует между этими двумя моделями жизненного пути. Он искушается пойти по пути грешных и ведет внутреннюю борьбу против соблазнов. Победить он может только с Божьей помощью. Но для этого вместе с просьбой «не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым» должна последовать решимость – не искать оправдания делам беззаконных людей. Самой загадочной фигурой псалма является некий праведник, обличения которого были лучше елея. Резкий приход к молитве против злодейств подает повод некоторым языгетам думать, что после преодоления псалмопевцев искушений этот праведник повернулся к псалмопевцу спиной и стал его преследовать. Такая перемена настроения при этом не доказывает, что за праведником можно усматривать царя Саула и его перемену настроения в гонениях на Давида. Поскольку во втором стихе псалма упоминается «жертва вечерняя», данный гимн часто называют вечерней молитвой. Согласно апостольским постановлениям, 140-й псалом назначался для исполнения за вечернее богослужение, в то время как 62-й псалом входил в состав утренних молитв. Формент псалма, начиная со слов «да исправится молитва моя» и сейчас исполняется за православной литургией прежде освященных даров, которая свершается в соединении с вечерней службой. Рассмотрим детальнее содержание псалма. Первые два стиха. Как и другие подобные псалмы, гимн начинается с обращения к Богу. «К тебе взываю». В первом стихе слово «взываю» звучит дважды. Слова «поспеши ко мне» характерны для псалмов Давида. Воскурение фимиама и жертвоприношения указывают на то, что псалмопевец молился во дворе святилища. Он возносит к Богу мольбу во время вечерней жертвы. Фимиам представлял собой мелкий порошок из благовонных специй, которые сжигали на огне вместе с жертвами или воскуряли в храме без всяких жертв. Выносили во святая святых храма, чтобы совершить каждение перед Ковчегом Откровения. При этом фимиам насыпали на огонь горящий в специальных кодильницах. Фимиам формировал сладковатый аромат, радующий сердце. Всесожжения агнцев совершались во дворе скинии, а затем храма ежедневно утром и вечером. По книге Исход всесожжения приносились в благоухание приятное, в жертву Господу. Такому приятному для Бога благоуханию автор псалма уподобляет молитву. Как дым жертвоприношения возносится к небесам, так и молитва словно поднимается к престолу Творца неба и земли. Следовательно, молитва в данном случае сравнивается с жертвой. В реале псалмопевец рассматривал молитву как замену жертвоприношения. Скорее, речь идет о том, что во время принесения жертвы он поворачивался лицом в сторону храма и в молитве поднимал руки к небу. В третьем-четвертом стихах псалмопевец просит Бога защитить его от искушения говорить или совершать какие-то злые поступки. Автор псалма, видимо, сожалеет о том, что говорил ранее, и это встречало поддержку со стороны нечестивых. Поэтому сейчас в поэтической форме он просит Бога поставить стражу, ограду у дверей его уст, чтобы из них не вышли дурные слова. Слово, переведенное здесь как дверь, а встречается в Ветхом Завете всего однажды. В то же время призывы типа «удерживай язык своего зла», слова твой от коварных слов, в целом характерны для литературы мудрости, для псалмов. Псалмопевец молится, чтобы Бог не позволил ему пойти вслед заманчивых лукавых предложений. Его прошение находит параллель в молитве «Отче наш», «Не введи нас во искушение». Получается, что Бог может испытать человека, попуская ему искушение грехом. Наклонность сердца может намекать на помыслы, слова и дела, на их реализацию. Описание поэтапности проникновения греха в жизнь человека через помышления, слова и дела весьма характерно для аскетической христианской литературы. Фраза «Да не вкушу я от сластей их» говорит о застольях злодеев, которые заманивают к себе в друзья вкусной едой, какими-то деликатесами, отказываясь от лакомств преступников. Псамопевец тем самым устанавливает для своей этики поведения определенную черту, которую он не собирается переходить. «Я не буду пробовать от их соблазнов». Пиршества могли устраиваться по случаю семейных праздников или деловых переговоров с важными гостями. Ветхий Завет критикует пиршества грешников, которые на виду у всех наслаждались благами высшего общества. Слово, переведенное на русский как «сласть», встречается в Ветхом Завете только здесь, в данном псалме. Вряд ли эта сласть указывает на соучастие псалмопевца в трапезах, за которыми предлагалось идоложертвенное мясо. Скорее всего, здесь речь шла о неком собрании беззаконников. Псалмопевец осознает, что его мысли, слова и дела притягивают его либо к Богу, либо к компании злодеев. На этот счет уместно перевести слова греческого драматурга, на которые ссылается апостол Павел. «Худые сообщества развращают добрые нравы». Восьмой, как раньше, так и теперь уместно помнить, когда сядешь вкушать пищу с властелином, тот тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен. Прописная истина из книги-притч. Пятый, седьмой стихи Псалма. Еврейский текст этих стихов, дошедшим до нас в варианте, туманен и несколько противоречив. Не до конца понятно, о каком наказании и обличении праведника идет речь. Термин «праведник» указывает на человека хорошего, верного, благочестивого. Выходит, что, имея доброе расположение к псалмопевцу, некий праведник бьет его и обличает. Упроки праведника — это честь. Они не приносят вреда голове. По еврейскому тексту от такого елея моя голова не отказывается, ибо елей для головы это самое лучшее отборное масло. Греческие переводчики в слове «удручать», «разрушать» увидели корень, означающий «помазывать», а слово «голова» прочитали как «злодей», «грешник». В итоге в Септуагинте данный стих приобрел совершенно иной смысл. Елей грешника да не умастит мою голову. Так авторы греческого перевода дали понять, что псалмопевец не желает, чтобы его голова была помазана елеем злодеев. Поскольку драгоценный елей использовался для помазывания головы уважаемого гостя, тем самым словно подчеркивается, «я не хочу быть почетным членом в клубе злодеев». В конце пятого стиха тема повествования резко меняется. Не просто определить контекст выражения, но мольбы мои против злодейств их. Иностранные переводы предлагают такие варианты прочтения фразы. «Поскольку я всегда молюсь против их злодеяний или несмотря на их удары буду продолжать молиться, или хотя они и причиняют мне зло, я продолжаю молиться». Далее псалмопевец молится, чтобы их судьи были брошены на скалу. Поскользнуться на скале это все равно, что споткнуться о камень, хотя в утесах встречаются пещеры, где можно спрятаться от непогоды или врагов, но в данном случае под скалой уместнее видеть указания на твердый камень. Таким камнем, который может быть не только точкой опоры, но и прибежищем, избавителем в псалмах называется Бог. Бог возносит на скалу смиренного, питает его из скалы туком, пшеницей и медом. Превращает скалу в озеро воды. Напротив, тот, который идет против Бога, притакается об этот камень, падает и разбивается. В Евангелии с таким камнем преткновения сравнивается Христос. Судьи, споткнувшись о камень верховного судьи, начинают прислушиваться к словам псалмопевца. Без лишней скромности он говорит, что слова его приятные, доставляют удовольствие. Неизвестно, рассчитывал ли псалмопевец, что испорченные вожди народа покаются или нет. Скорее всего, он сам себе и другим пытался доказать, что есть иные, более приятные компании. В седьмом стихе, по всей видимости, продолжается разговор о судьях. Их кости посыплются в уста Шиола, буквально будут разбросаны по земле, как будто их расщепили, разделили на части. Конечно, это не единственная возможная интерпретация крайне сложного для понимания седьмого стиха. Поскольку к слову кости присоединяются местоимения наши, русские переводчики соблазнились прибавить такое же местоимение нас к словам рассекают и дробят. Однако местоимения нас нет ни в еврейском, ни в греческом текстах. Поэтому понять, кто действительно является пострадавшим в седьмом стихе, которого рассекают и дробят на части, крайне сложно. Заканчивается псалом воззванием к Господу как к своему господину. Такой эпитет Бога встречается в Ветхом Завете более 400 раз. В нем псалмопевец ищет убежище. Открыть нередко значит лишить защитных стен. Если псалмопевец молит Бога, не открывая души моей, это значит он просит «Не оставляй меня незащищенным, не дай мне умереть. Беззаконники расставили ловушки западни для меня как для птицы». А какой характер сетей они использовали, остается только гадать. Ибо данное слово «сети» встречается в Ветхом Завете всего два раза. Они все вместе падут в свои сети, «А я через них переступлю». Заключительные слова псалма «А я перейду» свидетельствуют о твердой вере в Господа. Псалмопевец испытал на своем опыте силу искушения грехом. Он верит, что влечение к запретной сладости можно победить только с помощью Божией. Бог его защита и убежище. В отличие от псалмопевца, для которого искушение было предметом его духовной брани, Иисус Христос прошел через все искушения, избежав при этом влияния греха. Он, согласно посланию к евреям, подобно нам искушен во всем, кроме греха. Благодарю за внимание.